Оценка качества приема сообщений Ну и вначале рассмотрим, какие типы сообщений могут быть Так, и рассмотрим вначале типы сообщений Так, что такое сообщение? Это процесс, состояние которого меняется во времени Сообщение – это процесс, состояние которого меняется во времени И сообщение мы будем на протяжении всего нашего курса обозначать как х от т Значит, сообщения бывают непрерывные и дискретные Ну, среди непрерывных сообщений мы также будем выделять сообщения Вы сейчас запишите, а потом немножко уже расшифрую Непрерывные по состоянию и непрерывные по времени Непрерывные по состоянию и непрерывные по времени Значит, непрерывные сообщения Как их можно охарактеризовать? То есть, состояние этого сообщения меняется по времени непрерывно При этом, значит, можно сказать, что т принадлежит интервалу от нуля до т Это интервал, на котором мы вот это сообщение рассматриваем И сам модуль х от т меньше или равен единице всегда То есть, х от т принимает значение только из диапазона от минус 1, 1 Так, на третьей партии что вы обсуждаете? Непрерывные сообщения и состояние по времени Мы рассматриваем сообщения непрерывные по состоянию и по времени Значит, непрерывные сообщения – это те, которых состояние меняется по времени непрерывно Сейчас я говорю, как это сообщение описать Значит, х от т всегда – это фактически состояние Т – это вот величина, да, время В каждый конкретный момент времени х от т может принимать любые произвольные значения из интервала минус 1, 1 При этом значение может быть из этого интервала любое произвольное То есть никакой сетки изначально по градации этих сообщений, вернее по значению этих сообщений нет Поэтому и сообщение изменяется непрерывно Вот примером непрерывного сообщения, вот допустим, я сейчас вам говорю, да, что-то Значит, взяли, вот, ну вот мой голос записывается, так Потом вы можете его воспроизвести Отнормировать Вот, допустим, вот амплитуда сигнала Отнормировать к максимальному значению И вот это вот будет как раз х от т Имейте в виду, что вот, допустим, голос, который вот записан и пропущен там через усилитель И слышно на выходе микрофона фактически Он может быть интерпретирован как х от т Интенсивность голоса, да, она другая То есть там имеется коэффициент усиления Это фактически уже величина, которая может измеряться в вольтах Но, когда вы нормируете величину, допустим, вот Тут напишу вольты И вот тут максимальное значение в вольтах То х от т имеет какую размерность? Никакой То есть х от т это безразмерная величина Поняли, да? Потом, немножко попозже объясню, почему это так Значит, фактически примером сообщения Это любое аналоговое голосовое сообщение Это есть непрерывное сообщение То, что величина безразмерная, пожалуйста, отметьте Чтобы не было потом никаких тоже недоразумений Следующий тип сообщений Это тоже сообщение непрерывное по состоянию И дискретное по времени Непрерывное по состоянию и дискретное по времени Ну вот, допустим, первый тип, да, сообщений Здесь был ноль Здесь один, здесь минус один Соответственно, значения могут быть любые И здесь по оси Времени Можно брать любой момент времени И оценить значение вот этого сообщения Теперь сообщения, значит, дискретные по времени Что это имеется в виду? А это следующее Вся ось времени будет поделена на некоторые интервалы Допустим, дельта Т И только Изменение сообщения будет Возможно на этом интервале То есть вот это было первое Значит, по непрерывным сообщениям Дискретное будет выглядеть вот таким вот образом Так, ну вот здесь, значит, у нас на этом интервале Значение сообщения, допустим, вот Было здесь, значит, оно было у нас вот таким Вот это Теперь дальше В этот момент времени происходит изменение Так, плохо, извините Вернее, не так, вот так вот Здесь ноль Ну вот так В этот момент времени происходит изменение И до этого момента времени Так Дальше В этот момент времени происходит изменение Вот так Так Теперь В этот момент времени происходит изменение Все равно оно осталось вот таким Так В этот момент времени происходит изменение Вот таким Стало Так И в этот момент времени стало вот таким Ну и так далее Вот видите, чем отличается от первого Которое у меня было изображено Вот от этого Значит, здесь еще раз Изменения вот так Вот так 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 Что? Где? У меня вот дельта Т Не хватило вверх кусочка Потому что вот, оно запомнило вот эту точку А, простите, да, это я ошибку сделала Спасибо Сейчас Правильно, вот так, вот так Да, вот так, ага Так Здесь, здесь правильно Здесь правильно Здесь так и так далее Ну, в общем, видите, да, чем сообщение отличается Значит, состояние изменяется Только в моменты Вот Окончание интервала дельта Т А на интервале дельта Т Значение вот этого сообщения Оно фиксированное, постоянное Но почему Считается, что оно непрерывное, да По оси, как бы, Y Потому что может принимать Произвольные значения Из этого диапазона То есть, никакой Дискретизации И квантования Вот по этому уровню Не происходит То есть, значения по оси Y Могут быть любые Из диапазона Минус 1, 1 Ясно? Понятно или нет? Так, ну и следующее Вот это мы фактически завершили Как бы Рассмотрение непрерывных сообщений И следующее сообщение у нас есть Дискретное Дискретное Вот у нас в радиотехнике Сообщение есть только дискретное По состоянию И дискретное по времени Дискретное по состоянию И дискретное по времени Самый простейший пример Который можно привести Это цифровая система связи Где имеются всего Вот два символа Для передачи 0,1 Бинарная фактически система связи Ну, а все остальные Где алфавит системы выше Они тоже подходят Значит, для передачи Используются только сигналы Вот, допустим Система передачи информации FM2 Ну, два Противоположных сигнала Да Один передает Символ Нуля Другой передает Символ единицы Либо Другой Как бы Система Ортогональные сигналы Тоже Один передает Ну, я там сейчас не помню По-моему Можно так написать Можно по-другому Ну, всего два символа Если рассматривать Видеосигнал То фактически Это означает Что опять-таки Сообщение Вот, единица Дальше Ноль Вот это вот интервал Дельта Т Так Откладываем сюда Так И еще Вот последовательность Один Ноль Один Один То есть Никаких Других Символов Не существует Других Других Символов Других Других